Андрей Рожков участник команды КВН Уральские пельмени, полюбившийся образом бабушки в одноименном шоу. Также он актер и сценарист. Он сумел состояться в жизни благодаря любви к юмору и лидерским качествам. Сегодня артист пробует себя не только в творчестве, но и в других направлениях, в том числе во множестве благотворительных и социальных проектов. Андрей Борисович родился в Свердловске в марте 1971 года. Родители знаменитости работали на заводе. Отец в горячем цеху, мама была короновщицей. Но несмотря на тяжелый труд, они были людьми жизнерадостными, любили сами пошутить и от души посмеяться над чужими шутками. К воспитанию сына Рожковы подошли философски, позволяли мальчику развиваться свободно, ставили запретные маячки лишь на некоторых недопустимых деяниях, курении, алкоголе, прогуливании уроков. В юности Андрей был занят в кружках, которые существовали при местном ДК. После окончания школы Рожков отправляется учиться в Уральский политехнический институт. Он намеревался продолжить рабочую династию и получить специальность инженера-сварщика, но быстро потерял интерес к профессии. Причиной тому, как позже признался Андрей, была слишком веселая жизнь студенческого строя отряда «Горизонт». Творческая биография будущей знаменитости началась с выступления на юмористическом вечере, который состоялся в спортивно-оздоровительном лагере «Радуга» в 1993 году. Это стало началом создания команды КВН, названной в честь ресторана «Уральские пельмени». В первый состав также вошли будущие звезды Дмитрий Соколов, Сергей Ершов и Дмитрий Брикоткин. Рожков был избран капитаном не сразу, а через два года после формирования коллектива. Ребята признали его лидером за блестящие организаторские способности, отличное чувство юмора и авторство ряда шуток. Но визитной карточкой участника стал образ бабули, смешно зовущий со сцены Игоря. По словам артиста, прототипом прослужила его двоюродная бабушка Дуся. В 1995 году Андрей впервые привез команду на фестиваль КВН в Москву. Кроме «Уральских пельменей», туда прибыли еще 50 команд из России и соседних стран. Но Александр Масляков сразу заметил «Уральский коллектив». На радостях участники бурно отметили первый успех, из-за чего едва не вылетели из конкурса. К счастью, тогда за них заступился редактор Михаил Шац, и ребята попали в сезон высшей лиги КВН, где успешно играли следующие пять сезонов. Но 2000 год смело можно назвать триумфалем для «Уральских пельменей». Команда Рожкова заняла первое место в высшей лиге и даже закрепила за собой неофициальный титул последней чемпионы 20 века. После этого они продолжили выступать на сцене, радуя зрителей новыми номерами. Распрощавшись с КВН, Рожков и его команда не прекратили совместную деятельность. Они активно гастролировали и даже обзавелись своим телешоу на телеканале СТС. Уже первый выпуск собрал перед экранами большую аудиторию, что обеспечило «Уральским пельменям» регулярные появления в эфире. Оставаясь лидером коллектива в 2016 году, Андрей Борисович стал еще и его директором. Но он занимал эту должность только два года, после чего решил освободить ее. Бразды правления перешли к пиар-менеджеру Натали Ткачевой. Вскоре после этого появились слухи, что Рожков и его товарищ по команде Вячеслав Мясников покинули «Уральские пельмени», создав дуэт «Ваши пельмени». Позже выяснилось, что это касается только концертной деятельности, а на телевидении артисты продолжили появляться в полном составе. В качестве киноактера Андрей Борисович дебютировал только в 2017 году. Тогда на экраны вышла комедия «Везучий случай», где он исполнил главную роль. В 2021 году на телеканале СТС состоялась премьера нового телевизионного шоу «Суперлига», которое собрало бывших участников клуба «Веселых и находчивых». Старт проекту дал лично Александр Масляков, поэтому создатели назвали его продолжением КВН. Помимо КВНщиков в борьбу за 1 миллион рублей, вступили их звездные напарники, одним из которых и стал Рожков. Кроме того, исполнитель работал над съемками семейного фильма «День отца». В актерском составе проекта объединились такие знаменитости, как Михаил Боярский, Валентин Смирницкий, Вячеслав Мясников, Сергей Белоголовцев. Рожков проявляет свои лидерские качества не только в творчестве. Он несколько лет курировал работу благотворительного фонда «Верба» и театра для детей с ДЦП, первый спектакль которого вошел в лонглист золотой маски. Юморист помогает детским спортивным организациям участвовать в проведении забега добра для детей и их родителей. Андрей Борисович стремится послужить на благо родного края. В прошлом сети активно обсуждали его борьбу за дворец культуры Химаша, который он сам посещал еще в детстве. Артист лично обращался к представителям власти с просьбой передать ДК в городскую или региональную собственность и выделить средства на восстановление. По его личным подсчетам нужна небольшая сумма. Известная и активная политическая позиция звезды. В 2018 году Рожков был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Спустя два года юморист поддержал инициативу главы государства о внесении поправок в Конституцию. По признанию Рожкова он неоднократно получал предложение и самому податься в политику, но пока не стремится строить карьеру в этом направлении. Личная жизнь юмориста сложилась удачно. Его супруга Эльвира, татарка по национальности. Она человек творческий, делает витражи и глиняную посуду. С будущей избранницей исполнитель познакомился еще в молодости. Их свели общие друзья. В итоге шестилетний Роман увенчался официальным браком. Молодожены мечтали о крепкой семье и детях. Вскоре у пары родился первенец Семен. А через пять лет появился на свет Петр. Его Эльвира родила дома, в чем ей помог Андрей, который принял роды у жены. Останавливаться на достигнутом пара не собиралась и планировала появление дочери. Но в 2016 году семья пополнилась еще одним сыном, Макаром. Фото детей публикуются в социальных сетях знаменитости. После рождения третьего ребенка Рожковы переехали из квартиры в загородный коттедж. Сейчас артист проводит большую часть времени в Екатеринбурге, а в Москву только приезжает на съемки, ведь он никогда не мечтал жить в столице. В мае 2022 года Андрей организовал в столице Урала фестиваль Project Culture Fest, объединивший артистов и коллективы юмористического жанра из нескольких стран. Выступления длились несколько дней, кроме этого проходили различные мастер-классы и тематические форумы. По итогу мероприятия состоялся галоконцерт команд, прошедших в финал. В общей сложности на фестивале показали номера около 2000 человек. Рожков продолжал и концертную деятельность в проекте Ваши пельмени. А еще на ютуб-канале артиста стартовал мини-сериал Завод в формате видеоблога. В центре сюжета попытки Андрея устроиться работать на завод и дальнейшие приключения в амплуа обычного рабочего. В период пандемии коронавируса в 2020 году Рожков фактически остался без способа заработка, ведь съемки были остановлены. Но он не отчаялся, опробовал силы в других профессиях. Так артист рассказывал подписчикам социальной сети, как подрабатывает электриком, парковщиком и заливщиком катка. Многие поддержали шоумена и даже похвалили, что он не сидит на месте и не жалуется на жизнь. Рожков с детства увлекается спортом. В прошлом посещал секцию борьбы. Сейчас Андрей Борисович увлечен виндсерфингом, кайтингом и футболом. Поэтому его вес при росте 177 сантиметров всегда оставался стабильно у отметки 80 килограмм. Юморист занимается озвучиванием. Его голосом говорят персонажи мультфильмов, монстры на каникулах трансформания и сказочный патруль. А в 2020 году он вместе с Мясниковым даже запустил свой анимационный проект «Две бабули». Это короткие ролики, в которых две старушки обсуждают события в мире. Любимый фильм исполнителя свой среди чужих, чужой среди своих Никиты Михалкова. Из музыки ему нравится группа чаев. Есть у актера предпочтение в еде, это домашние пельмени и грибы в любом виде. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале, вам точно будет интересно.